2600 населенных пунктов, а это почти половина всех аулов Казахстана, остаются без питьевой воды. Таковы результаты проверки комиссии Нур-Отана. В некоторых регионах проекты простаивают по 10 лет, другие сданы в эксплуатацию лишь на бумаге. Кого и как за это накажут, Зарина Беремкул расскажет. Аул Шубарсу Туркестанской области находится всего в 15 километрах от Шимкента. Город уже стал мегаполисом, а в населенном пункте до сих пор нет питьевой воды. Жители пользуются колодцами, куда поступает далеко не прозрачная вода. Давным-давно идет программа, государственная идет программа. Тазасу, президент говорит, проведите во все населенные пункты чистую воду. Раньше, когда дали нашему городу статус мегаполиса, обрадовались, думали, сейчас мы же находимся ближе к Шимкенту, нам хоть проведут питьевую воду чистую. Нет, сейчас Туркестан перешел, все, Туркестан строится, про нас забыли. Таких поселков по Казахстану более 2,5 тысяч. Хотя на две госпрограммы по обеспечению регионов чистой водой в течение 9 последних лет выделили 850 миллиардов тенге из республиканского бюджета. Тратятся они, судя по всему, на провальные проекты. Например, в Карагандинской области 10 лет не могут достроить водопровод Жайрем-Харажал. А в районе Айагос восточно-казахстанской области не работает гидросооружение, которое недавно сдали в эксплуатацию. Я налила себе воды, стала когда слушать эти факты, и даже мне просто неудобно пить эту воду. На самом деле мы сидим сейчас, вот у нас у всех вода перед нами. А сколько людей у нас страдает. Поэтому мне кажется, спрос должен быть очень строгий. За вопиющие факты нарушения ответил лишь один представитель Акимата. Заместитель Акима восточно-казахстанской области Бахаджан Баяхметов не согласился с обвинениями. Обещал их перепроверить и вскоре покинул совещание. Комиссия Нуратана намерена направить материалы проверки соответствующим службам. Дадим правовую оценку. В частности, это и хищение, оно может быть, это и злоупотребление даже с ним полномочиями. Здесь, может быть, сопряжено, если все это будет в дальнейшем как бы увязано, будет здесь, может, и в даче взятки подтвердятся вопросы. Между тем, многие из тех, кто принимал решение по неэффективным проектам по водоснабжению, члены партии Нуратан. Допустили такую ситуацию и региональные партийные комиссии, которые около 300 по Казахстану. Мы сейчас ставим вопрос о привлечении их к партийной ответственности. В некоторых вы слышали на заседании, сказали, что вплоть до исключения, где уже совсем беспринципные, не реагируют на жалобы населения, даже не просматривают средства массовой информации. Речь идет о членах партии, которые работают в Павлодарской, Североказахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В этих регионах уже найдены крупные нарушения. Сколько еще подобных случаев по всему Казахстану выяснится, когда до этих аулов доедут высокопоставленные ревизоры.